Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наше изучение Торы и сегодня наша глава Китеса. Сегодня поговорим о центральной теме о золотом тельце. Маше на горе. Мы знаем, что Маше уходит на гору получать Тору, на гору Синай, на 40 дней. Мы его ждем. Ждем там, в Хореве. Хорошо. Маше на горе получает заповеди, получает Тору, работает, хлеба не ест, воду не пьет. Ждет. Ждал народ Маше. Ждет. И вот посчитали, что прошло 40 дней. Наши мудрители просчитались какие-то часы. И забеспокоился народ. И тут Сатан сумел нас соблазнить. Он взял нам и показал нам изображение гроба Маше. И вы встрепенулись. Мы поняли, что остались одни. Начали что-то требовать. Кончилось тем, что Эрев Раф, которые живут на краю стана, начали волноваться, подняли целое восстание и потребовали с Агарона дать божество. Агарон думает, что же делать? Получается, если что-то сейчас сделает народ, то все вышли, весь народ уничтожит, и всем конец. И он решил каким-то способом протянуть время. Он говорит Соберите кольца, там, украшения с ушей ваших жен, дочерей, сыновей и соберите. Он хорошо знает, что женщины так просто своими драгоценами если не расстанутся, не дадут, это будет долго, Маше вернется, и все будет хорошо. Но не тут-то было. Написано, что весь народ сняли свои украшения. Это были мужчины. Своих ушей поснимали какое-то золото, все сдали. И он решил тянуть время, долго обрабатывать, но не тут-то было. Из Египта вышли египетские маги, два египетских мага. И с ними был мальчик Миха, это ребенок, которого замуровали вместо кирпичей в стену по приказу фараона. В общем, когда мы не успевали делать кирпичи, количество кирпичей, нужного для строительства сооружений в Египте, то фараон сказал бруйте туда детей еврейских. Вот замуровали. Машеева спас. И вот теперь этот Миха с этими египетскими магами колдовством быстро изготовили этого тельца. И это не была просто статуя какая-то, которой мы сыны Израиля поклонились. Нет, сыны Израиля уже понимали, что Бог это живое, это не какое-то существо, которое не разговаривает, не обоняет, ничего не слышит, не видит. А этот тельца жил, этим колдовством он ожил. И он даже начал убивать, пишется. И Агарон, что он сделал, он сказал, что завтра празднество Богу будет. Но, как мы знаем, что для греха люди встали пораньше, не проспали. Когда получали Тору, проспали, нас разбудил звук шафара. Ну, чтобы взять грех, мы не просыпаем. Мы встали и начали начали празднество. Всевышний говорит Маше, совратился твой народ, сошел с пути, который указал вам, сделали себе литого истукана. Маше борется, говорит, ну, может, они еще и жертвы не принесли, там, не сделали песню, мы не спели, не знаю, какие-то, все сделали, все полностью сделали. И написано, что сел народ есть и пить и начали забавляться. Раша, говорит, началась идолопоклонство и кровосмешение. То есть, разврат. Самое хуже, это когда кровосмешение. То есть, ужас какой-то. Маше идет с горы, Всевышний ему дал две каменные скрижали, чудом невероятным они были исписаны, буквы не держались ни на чем, такая буква, как Самек, допустим, как русская, допустим, О, держится ни на чем, прорезанная сквозь, они там держатся, все. И тут эти события, Маше встречает Егоша, Егоша говорит, шум битвы встанет, Маше говорит, не крик побежденных, не крик победителей я слышу, слышу шум восторга, устроились на Израиля оргию. В общем, кончилось с тем, что Маше понял, что есть и сейчас народ увидит эти скрижали, что есть у нас заповеди, есть у нас доказательства, есть у нас документ подтверждающий, он понял, что надо что-то делать, потому что народ будет точно уничтожен. И Маше бьет скрижали об подножье горы, разбивает их, нет документа, нет проблем, он говорит, ну свою жизнь отдам, но зато народ будет целый. Вот так он поступает, приходит, видит, что произошло, и видит, что Огорон распустил народ на посмешище, но перед тем, как Огорон делал тельца, Хур, племянник Маше встал, племянник Маше, Огорона, сын Мирьямы Калева, он встал и говорит, это идло поклонство, нельзя делать никакое божество, и вот тут же народ забил камнями, поэтому Огорон понимал, что если забьют и его, то все, поэтому он тянул время, чтобы Маше вернулся, Маше жертвует жизни, Хура уже нет, Огорон жертвует своей жизнью, Маше увидел, что происходит, и говорит, кто за Бога ко мне, и встали все левиты, все, и он сказал, пройдите сквозь Танн и убейте всех виновных, кто это сделал, всех, кого знаю, левиты, они убили, не жалели своих братьев, Раши пишет, это братья по матери, то есть левиты, если скажешь левитов, братьев, то нет, левиты все, служат Всевышнему, ни один из них не виноват, то есть своих родственников, перерезали около трех тысяч человек, потом, Маше взял тельца, пережег его в огне, растел в порошок, и пустил его в ручей, стекающий из горы, и заставил весь народ пить, потому что они знали всех виноватых, кто виновен, тот умирал страшной смертью, кто невиновен, оставался живой, я не знаю, сколько человек умерло, один раз я читал комментарии, что 24 тысячи, но эту книгу я найти не могу, это было много лет назад, я читал лет 20, найти не могу эту книгу, где-то найду, скажу, какая-то книга, в общем, есть такое мнение, что как в Шитиме, на последней стоянке в пустыне, когда поклонились Бальпиору, тоже было 24 тысячи, вот 3000 от тельца, 24 тысячи, допустим, есть и здесь, 27 тысяч человек, вот так вот, они это сделали, и Маше сказал левитам, что вы посвятились сегодня, и будете теперь служить, потому что вы не жалели ваших родственников, и теперь вы заслужили, у вас будет теперь священнослужение вашего колена, будут вас коины, священники будут левиты, в общем, теперь первенцы больше жертвы приносить не будут, до этого жертвы строили жертвники там, где считали нужным, и они были священнослужители, после этого у первенцев эта служба была забрана, и теперь левиты служат вместе с первенцем, так мы узнали о грехе золотого отеца, вот такое горе мы сделали сами себе, и Маше выпросил прощения, Всевышний сказал, что я простил, но если будет нужно, я все равно им припомню этот грех, то есть Тора нам пишет, что припоминает вину отцовых детям и внукам, третьему и четвертому поколению, если мы не грешим, никакая вина отцов нам не припоминается, но если мы сами грешим, то вспоминаются грехи отцов и дедов, еще и прадедов, и нам добавляется, вот так, бывает человек вдвоем, два человека сделали что-то плохое, одному есть сильное наказание, другому нет, потому что его предки может не грешили, а другого грешили, и получается он больше пострадал, такие вещи бывают, это, конечно, я по-простому говорю, но, конечно, в жизни зря Тора ничего не пишет, все, а на этом наш сегодняшний урок заканчивается, урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта бен Исраэль, памяти Яков бен Ахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, за здоровье Светлана бен Исхак, Борис бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Перва бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Ефим бен Эстер, Двойра бот Миря, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосип бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бот Берта, Евгений бот Ита, Фира бот Анна, Геннадий бен Елена, Мойша бен Маня, Елена бот Инесса, Ольга бот Светлана, Йосип Дан бен Цара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Малка Руд бот Соня, Юлия бот Белла, Яков Йосип бен Рахель, Шимон бен Бира, Фейка бот Берта, Ася бот Года, Марк бен Нина, Йосип бен Фрума, Леор бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепура бот Сара, Ида бен Хая Алива, Ефим бен Соня, Майя бот Фаина, Алексей бен Ольга, Гая бот Сарид, Мазл Парасас Гула, Ирина бот Ри, Рона Ри бен Ури, Закороший дух, Рона Ри бен Двор, Рогиз бен Ахума, Вигаль бот Сара, Рахана бот Абрам, Рафаэль, Риолей бен Лариса, Параса и Брюд, Ларин бен Рая, Марина бот Рая, Анна бот Александра, Борис бен Марина, Алексей бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Мартинка. Всем браха, Параса, Кавана, Мазл Тол, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья, пусть скоро закончится страшная война, и до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом!